всем привет с вами виктория и добро пожаловать на мой канал сегодня готовим соленую карамель карамель можно использовать для начинки любых десертов тортов как карамельный соус можно поливать ею мороженое или блинчики или другие вкусняшки все готовится очень просто и быстро просто нужно соблюдать несколько правил для приготовления карамели нам понадобится 300 грамм сахара 225 грамм жирных 30-процентной жирности сливок 80 грамм сливочного масла и соль если вы хотите карамель без соли то просто соль можно не добавлять для начала берем кастрюлю или сковороду с толстым дном высыпаем сахар и включаем огонь когда сахар начнет плавиться не нужно его перемешивать нужно просто время от времени поворачивать вот так сковороду или кастрюлю в зависимости что вы используете местах где начинает образовываться расплавленный сахар постепенно можно начинать перемешивать процессе приготовления я вам буду показывать как это делать для перемешивания возьмите деревянную какую-нибудь лопатку с деревянной лопаткой удобнее вот видите только вот в таких местах где начинает сахар расплавливаться помешивая а там где еще не расплавился немножечко ждем вот так осторожно полностью все ни в коем случае перемешивать нельзя сахар сам постепенно расплавится как я уже сказала еще раз повторюсь берите обязательно емкость с толстым дном чтобы ничего не подгорело вот у меня кастрюльки не было с толстым дном поэтому я взяла вот такую сковороду и также еще обязательно смотрите все делайте осторожно потому что такой карамелью очень легко обжечься ни в случае когда готовите карамель пробовать ее нельзя очень осторожно одновременно нужно поставить в микроволновую печь сливки и подогреть их чтобы сливки были горячими сливки обязательно берите 30 процентной жирности вот почти весь сахар у нас уже расплавился когда сахар полностью весь растворился и получился у него вот такой коричневый красивый цвет то выключаем сливки уже подогрелись добавляем сливки смотрите очень осторожно это нужно делать добавляем сливки не сразу полностью а в несколько заходов и сразу все тщательно перемешиваем добавляем следующую партию сливок и последнюю часть сливок и добавляем сливочное масло и еще раз все хорошо перемешиваем все как видите готовится очень просто и очень быстро и получается такой вкусный десерт или для того чтобы полить разные блинчики вкусняшки мороженое добавить на какой-нибудь тортик так я готовлю соленую карамель хотела еще вам кое-что подсказать густоту карамели можно скорректировать количеством добавленных сливок в рецепте я указала минимальное количество сливок и максимальное если добавить побольше сливок то карамель получится более мягкой и менее густой затем карамель будем процеживать это нужно для того чтобы кристаллы сахара не попали в карамель и чтобы карамель не засахаривалась такая красивая карамель у нас получилось я попробовала очень очень вкусно хотела вам показать консистенцию карамели после того как она у меня простояла всю ночь в холодильнике вот такая она получилась если при использовании карамель сильно загустеет то ничего страшного поставьте баночку в кастрюлю с теплой водой и затем используйте ранить карамель можно в холодильнике в течение одного месяца из последующих видео я приготовлю торт сникерс и использую соленую карамель если видео вам понравилось не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал пишите мне свои комментарии я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми и вкусными рецептами